здравствуйте дорогие телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садова сегодняшняя тема гортензии гортензия на латыни звучит как гидрангея тоскующая по воде то есть это растение очень любит воду вот как бы вы не шли мимо 15 раз за неделю обязательно ливаните и водички так побольше очень любит кислая перегно и навозы все это для нее поливки кислым это все для гортензии от этого она будет и расти хорошо и цвести замечательно начнем с разновидностей гортензии сколько же их существует видов и какие более приемлемы для сибири обращаю внимание будем говорить о сибири скажу я о теплых кореях тоже значит видов существует достаточно много древовидная метельчатая крупнолистная черешковая пепельная то есть да просто с ума можно сойти какие же подходят для сибири все-таки предпочтительнее те которые выдерживают очень сильные морозы это древовидная и метельчатая но считается почему-то что по красоте крупнолистные превосходят гортензии вышеназванные но если вы готовы посадить ее в большой контейнер закапывать его в землю до каждую весну а потом выкапывать и затаскивать в подвал то крупнолистная займет достойное место на вашем участке но я начну с древовидной вот в таком виде продаются сейчас магазинах гортензии да здесь очень много живых почек на стволике везде но правда божидились прямо скажем с почвой надо было прикрыть корни потому что у гортензии поверхностные корни прямо вот вы их видите всегда присыпать перегноем можно навозиком там этим сыпцом тоже можно она это любит но как бы вы ни старались все равно все корни будут под поверхностью поэтому любые зимостойкие они не зимостойкие вы должны на зиму насыпать вот такой слой садового мусора листьев чего угодно но чтобы все корни по проекции кроны прикрыть у гортензии тогда она будет вести себя очень прилично вымерзать не будет значит древовидная гортензия выдерживает порядка температуру минусовую порядка до минус 40 градусов иногда даже ниже она почему-то считается что древовидная гортензия очень высокая ничего подобного нет невысокая она может быть всего с метр а может быть чуть и пониже но в шейну она раскинет свои ветки гораздо в гораздо большем объеме нежели метр и цветет она просто потрясающе вот эта сорт называется анабель когда расцветает зеленоватая переходит в белую форму потом розоватую а в конце цветения вот она такая красотка розовая и хочу сказать что цветет цветут древовидные гортензии начиная с конца июня и до самых морозов следующая большая группа которая у нас обычно представлена это метельчатые гортензии чем они отличаются от остальных этот кустарник считают осенней сиренью ну даже уже по цветам понятно почему так и цветет она с конца июня до самых морозов пока не начнется снегопад причем обрезать ее цветоносы перед снегопадами обязательно потому что шапки цветов достигают иногда в размере 25 а то и 35 сантиметров в диаметре представляете себе такой цветок конечно при попадании снега на эту шапку цветка еще шапка снега сломается однозначно все не допускайте этого все бутоны нужно срезать перед снегопадом уже вот в руках у меня гортензия метельчатая которая сорт называется гранди флора гранди большой флора цветок да куда уж больше почему метельчатая а потому что у нее как метелки цветы как правило вот у гранди флоры они покороче видите они имеют почти форму шара ну немножко как бы с конусом вверх эти цветы у этих гортензий они стерильные то есть расцветает все и не дает семян есть фертильные цветы где часть цветков образуют плоды то есть семя и они выглядят несколько иначе середина вся почти с нераскрытыми цветами и только на краях как бабочки огромные распустившиеся цветы причем цветовая гамма поражает любое сознание и воображение значит таких в наших садах сибирских очень и очень много это любимица высотой она будет не более не более двух метров и в сибирских условиях может быть метр двадцать я бы сказала но опять же в ширину куст будет гораздо больше чем метр двадцать есть еще одна любимица публики которая завоевала не просто сердца сибиряков их души тоже прям привязала к себе это гортензия метельчатая ванилла фрейс мы ее зовем ванилла фрейзи ну так да как то помягче покрасивее посмотрите какой цветок и вот это вот цветовая гамма на ней сохранится даже если вы срежете цветы и увезете их домой в висячем состоянии кверх и вниз бутонами посушите поставите в вазу и всю зиму в ваших вазах будет стоять такая великолепная гортензия и вы вряд ли отличите что она засушенная цветы очень крупные очень обильно цветет ваша задача ваша задача помнить что гортензии обрезка их она очень очень персонально для каждого вида а иногда и для сорта поэтому вот к обрезке мы вернемся весной когда уже поедем на дачу и я покажу прямо на гортензии кого и как надо или не надо обрезать потому что у гортензии есть виды и сорта которые цветут на прошлогодних побегах а есть те которые цветут на новых побегах а если те которые и на прошлогодних и на новых побегах цветут но это очень долго поэтому это все уже материал для следующей программы значит еще раз повторюсь она замечательно растет некоторые любят полутень но в сибири уверяю вас что при таком коротком длинном дне как у нас до солнца ей в тени будет недостаточно и лучше если вы сразу определите место ну на таком месте где может быть после обеда только часа в три-четыре а то и в пять наступит там какая-то тень придет или легкая полутень кружевная тогда она будет расти развиваться очень хорошо ветра сквозняков она не очень любят ну а так она в общем достаточно неприхотливое растение метельчатая и древовидная что такое черешковая гортензия а это та которая вьется по стене дома у нас такие вряд ли выживут потому что она очень нежная ну а остальные я про не говорить не буду они у нас здесь не растут а для теплых краев любые гортензии любы и и слышите меня крупнолистные они не всегда коротконогие они всегда каждая ветка заканчивается вот таким шариком розово-голубых сиреневых красных белых каких угодно расцветок и это зрелище сведет с ума кого угодно причем цветы держатся так долго и не теряют своей декоративности так я сейчас захлебнусь от восторгов но на этом я закончу всего доброго вам и до свидания и